здравствуйте вот я хочу сегодня хвалу вознести судьбе которая поместила нас на землю и вернее судьба никуда нас не могла поместить кроме как на землю тут важно единство места и времени это как в олимпийском движении олимпиада это единство места и времени и вот так вот и наша жизнь тоже очень удачное место земля и она на таком расстоянии от солнышка на котором как раз в меру тепло и в меру холодно и солнышко на таков таком месте в нашей галактике движется до что она никогда не попадает спиральные ветви где много пыли где вспыхивают новые звезды а вот такой спокойненько таком очень уютном межспиральном пространстве очень хорошо синхронизировано движение нашей солнечной системы поэтому за миллиарды лет на нашей земле жизнь так и не погибла а вот значит дошла до таких степеней известных да вот как разумная жизнь но тут еще важно вот что для нашей цивилизации ну жизнь это понятное дело жизнь это всякое можно и на льдине в ледовитом океане жить но гораздо приятнее жить в более теплом климате и не только приятнее дело привычки конечно но он так просто не проживешь на льдине так как можно прожить в теплом сухом в меру влажном месте да так вот тут же важно еще время когда наша цивилизация появилась вот почему наша цивилизация появился не сейчас они в другое время на это есть ответ между прочим добыли его ученые которые наверное вот в мое время и называть гляциологи гляциологи изучают лед сейчас они дошли до степеней очень известных пробурили скважины во льду гренландии и во льду антарктиды и получили вот такие длинные длинные многокилометровые керны в которых почти полмиллиона лет истории климатической земли по соотношению количества изотопов кислорода более тяжелых и более легких определяют температуру которая была в те в далекие времена в океане вот оказалось что за это время наша земля пережила некоторое количество очень так похожих друг на друга ледниковых периодов причем ледниковый период продолжается очень долго вот они периоды а между ними межледникове резкое резкое потепление потом резкое похолодание обычно эти все межледниковья продолжались пару тысяч лет есть только два исключения когда они продолжаются относительно долго вот теперешнее межледникове совершенно по то уникально длительное оно продолжается уже почти 12 тысяч лет и вот поэтому то человечество достигло таких степеней известных за двенадцать тысяч лет то все и придумали постепенно да понимаете за две тысячи лет не успевали просто разогнаться как опять погружались в ледниковый период а тут опять вот мы разбиваемся причем она патологически длинная рано или поздно патология должна завершиться резким похолоданием да вот опять должны все провалиться в холод вот за двенадцать тысяч лет вот мы чего достигли вот с этим мы в ледник уйдем в холод да но не знаю что мы пропадем ну чё люди живут на на льду и будем и мы жить куда мы денемся цивилизация наша будет будем конечно вспоминать долгими зимними вечерами долгими зимними днями вот вспоминать какая была когда-то жизнь тебе будут рассказывать сначала старики потом из книжек будут рассказывать да как когда-то пальмы росли ну ты дед даешь гора загибать до пальмы росли а что это такое вот там где-то там под куполом где-нибудь будут расти наверно пальмы до показывать будут студентам и школьникам, как когда-то жизнь была на Земле, и как лет через 50 тысяч опять будет. Вот, помните, всякие были фантастические романы про полеты к звездам, как они летят туда, много-много поколений, наконец долетают, да? Так и здесь вот будем лететь, лететь, много поколений на планете Земля, в ледниковую эпоху, потом вдруг раз, и неожиданно за несколько столетий все растает. И опять тысячу лет погуляем, и опять в ледник. Вот такие вот дела. Ну, ничего не поделаешь, такова климатическая природа Земли. Не успеем мы ее изменить, все равно не в силах это наш. Тем не менее, желаю вам всех благ и удачи. До свидания.